Сан-Паулу Можно назвать воротами Бразилии, так как именно из аэропорта Сан-Паулу часто начинается путешествие по этой экзотической стране. Ворота, конечно, еще не сам дом, но, как правило, очень многое могут сказать о культуре и нравах обывателей. Так что экскурсия по Сан-Паулу – это отличное начало для знакомства с Бразилией. Сан-Паулу Начнем с того, что Сан-Паулу – это самый большой город Южной Америки и крупнейший финансовый центр Бразилии, который может поспорить с Токио или Лондоном. Разбогател Сан-Паулу в конце 19 века на отличном копе, который вывозили в США, Канаду и Европу. А в 20 веке, когда кофейный бум закончился, накопленные в банках деньги пошли на развитие экономики и строительства, в том числе небоскребов, таких как на бульваре Паулиста. Сейчас здесь офисы международных банков и компаний. Но многое в Сан-Паулу сохранилось из тех счастливых кофейных времен. Площади с красивыми зданиями в колониальном стиле и церквями. Классическое здание оперного театра, где пелкорусы и танцевал Нижинский. Огромный роскошный городской парк с классическими беседками и деревьями с невероятно огромными корнями тоже с тех времен. Квартал Либердады, который называют Маленькой Японией, основали японцы, поселившиеся здесь в начале прошлого века. Сегодня их потомков в Сан-Паулу уже больше миллиона. Ну и как же Япония, даже маленькая, без классического афонского сада? В прошлом 20 веке построен и кафедральный собор Сан-Паулу, один из самых больших наиготических соборов в мире. Его строили 50 лет. Красивую площадь перед собором, как и другие площади и подступы к статуям и архитектурным памятникам, вместе с туристами оккупировали бомжи. Здесь у них и дом, и тусовка, и место промысла. Против этого социума власти бессильны. Так что огромное число бомжей, увы, обычная примета современных латиноамериканских городов. Еще одна современная, но в отличие от бомжей, замечательная достопримечательность Сан-Паулу – настенная живопись, граффити. Их немало по всему городу, но есть в Сан-Паулу уникальный квартал – аллеи Бэтмена, который полностью отдан на откуп любителям и мастерам стрит-арта. В этом родноцветном лабиринте чувствуешь себя как Алиса в стране чудес. А началось все в 80-х с одного изображения Бэтмена, после чего студенты стали активно украшать аллею своими модернистскими изображениями. Здесь начинали многие знаменитые художники, в том числе Эдуарда Кобра, чьи работы украшают сейчас стены в Рио-де-Жанейро и других мировых столицах. Конечно, в 80-е годы не все жители квартала понимали культурную важность уличного искусства и даже жаловались на художников, полицию, за порчу имущества. Но искусство победило. И сейчас, по признанию многих туристов, аллея Бэтмена в прямом смысле слова – самое яркое впечатление от немного строгого Сан-Паулу. Что касается других ярких впечатлений, например, разнообразной ночной жизни Сан-Паулу, то об этом не расскажешь. Это нужно прочувствовать, а значит задержаться здесь подольше.